МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Виктория Алёшина, руководитель пресс-службы Дальневосточного таможенного управления. Старинные монеты, необычные деньги обнаружили таможенники в кошельке иностранца. Очень вредная привычка. За незаконный ввоз сигарет россиянке грозит лишение свободы. Электронная таможня. Сроки оформления сокращаются, а поступления в бюджет растут. 27 монет 19-го и 20-го веков не дали вывезти из России уссурийские таможенники. Старинные монеты были обнаружены у гражданина Китая в пункте пропуска Краскина. Обнаружить ценности во время таможенного контроля багажа пассажиров помогла рентгенустановка. Таможенники обратили внимание на нестандартный размер монет, которые находились в кошельке одного из туристов. Из них 4 медных номиналом 2 копейки и 23 серебряных номиналом 10, 15 и 20 копеек. Как пояснил гражданин, монеты он купил для себя через интернет, так как коллекционирует их. О необходимости декларировать такие товары и иметь разрешительные документы на их вывоз из России мужчина не знал. Экспертиза установила, что монеты отчеканены в Российской империи и РСФСР в период с 1810 по 1923 годы и являются культурными ценностями. Такие товары могут вывозиться с территории России физическими лицами с обязательным декларированием и только при наличии разрешения Министерства культуры. По факту недекларирования в отношении нарушителя уссурийская таможня возбудила административное дело. Мужчине грозит штраф до двукратной стоимости товаров с конфискацией. Монеты изъяты, проводится расследование. 6600 сигарет пыталась незаконно ввести из-за рубежа гражданка России. Нарушение выявили сотрудники Находкинской таможни на плавбазе, прибывшей из Республики Корея. При таможенном оформлении судна, находившегося на рейде в акватории морского порта Находка, в одной из кают сотрудники таможни обнаружили 33 блока табачных изделий. Сигареты иностранных торговых марок пыталась скрыть от таможенного контроля женщина, член экипажа. В упрощенном порядке, без декларирования и уплаты таможенных платежей, физическое лицо может ввозить до 200 сигарет или 50 сигар. За незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере Находкинская таможня в отношении россиянки возбудила уголовное дело. Женщине может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. На этой неделе исполнилось 4 года с момента образования самой молодой таможни Дальнего Востока – Дальневосточной электронной. Она оформляет декларации на товары, перемещаемые на Дальнем Востоке различными видами транспорта, кроме водного. Декларации, поданные участниками внешнеэкономической деятельности, зарегистрированными в налоговых органах Дальневосточного федерального округа, направляются в Дальневосточный центр электронного декларирования. Среднее время выпуска декларации с учетом применения технологии автоматического выпуска составляет 9 секунд. Сумма перечисленных таможней в федеральный бюджет таможенных платежей увеличилась почти на 60% и составила более 20 миллиардов 300 миллионов рублей. Экспортно-импортные операции осуществляли 1712 компаний. Основным партнером в экспортных операциях, как и прежде, остается Китай.